МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Мецура. Она начинается с заповеди об очищении прокаженного. И мы можем сразу же спросить, почему мы называем эту недельную главу Мецура, прокаженный? Тогда как предыдущие поколения мудрецов давали ей совершенно другое название, нейтральное имя Зоттиге. Да будет это! Имеется в виду, конечно, заповедь о прокаженном. Чтобы глубже понять значение проказы, мы должны помнить, что по Торе она была не просто болезнью, а наказанием за конкретный грех, злословие. Выяснив у человека проказу, его изолировали от всех. Так поступали не только ради телесного здоровья, но и во имя морали. Потому что болезнь была не только физическим, но и духовным недугом. И улучшение самочувствия было не просто выздоровлением, дорогие друзья. Оно свидетельствовало о духовном очищении. Итак, прокаженный символизирует отделение от святости. Поэтому Тора выносит ему приговор. Во все дни, когда язва на нем, нечист будет он. Отдельно находиться должен в Нистане, вместо его. Ваикра 13.46. Раши, ссылаясь на мнение наших мудрецов в трактате Арахин 16.b, объясняет, почему прокаженный должен был быть в изоляции. Чем отличается он от других нечистых, что должен жить отдельно. Поскольку он своим злословием сеял раздоры между мужем и женой, например, между человеком и ближним его, он сам должен быть отторгнут, отделен от других людей. Пятна Цараат служат наказанием за грех злословия. Лошонгара. На это намекает и само слово, обозначающее на иврите человека, прокаженного этим недугом. Слово Мецура, прокаженный. Тяжесть греха сплетни заключается в том, дорогие друзья, что цель, совершившего его посеять рознь в среде народа, в отличие от святости, которая стремится к единству. Поэтому всем, кто способствует разделению, спорам и ссорам, нет места в любом из трех станах. И все люди могут, может ли прокаженный очиститься. Тура говорит, вот учение о прокаженном, в день очищения его. Приведен будет он к священнику в Айкра 14.2. В этом предложении главное слово «приведен», в значении которого подразумевается, что прокаженного приведут даже против его воли. Наши мудрецы говорят, что здесь скрыт намек на то, что в конце концов каждый человек совершает чуву. Даже тот, кто был изнан из трех станов. Да, был Коген, Леви и потом весь еврейский народ. Бог обещает, что в конечном счете, даже против своей воли, человек вернется к Коину, к святости. На первой стадии очищения внезапное откровение Бога приходит извне, но поскольку оно еще не стало частью собственного «я». Это откровение не имеет отношения к самому человеку. Он словно вытащен из самого себя, из своей среды. Но после этого к нему приходит Коген. Роль человека вновь становится значимой, когда он стремится превратить откровение в очищение всех сторон своей жизни. И так, как процесс очищения, проникает даже в окружающую его среду. Он достигает того, что не под силу и большим праведником. Он очищается от порока, то, что находится за вратами, так сказать, стана. Поэтому мы говорим, что искренне раскаивающийся превращает свои даже сознательные грехи в заслуги. Раскаяние очищает его от порока и то, что лежит за пределами воли Всевышнего. Теперь, наконец, становится ясно, почему раньше эту недельную главу называли зодтие, да будет это, а не митсура, заповедь о прокаженном. Только в грядущем мире мы станем свидетелями окончательного превращения тьмы в свет, а зла в добро. Так, для предыдущих поколений, когда до освобождения было еще очень далеко, мысль о победе зла внешней силой была ближе, чем о том, что оно должно изменить себя изнутри. Они находились на стадии, когда прокаженного, так сказать, следовало привести против его воли для очищения, а не на втором этапе, когда очищение приходит изнутри в его положении за станом. Поэтому они не называли эту главу митсура прокаженным, ведь для них он очищался не сам, а против его желаний. Тем не менее, они знали обещания о будущем, и поэтому называли эту главу, да будет это, другими словами, заповедь о прокаженном. Время, когда прокаженный с собственного согласия становится частью божественной заповеди, было тем, что произойдет когда-то в грядущем мире. Этого и нам всем и желаю. Найти себя, приблизиться ко Всевышнему и быть счастливыми. Браха вас лаха, много сил и мира во всем мире. Шалом, ваш Равин Каплан. Шалом, ваш Равин Каплан.